МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вам пришла в голову идея снять этот фильм? Проснувшись, я подумал, как хочется пить. А потом до меня дошло. Что, если в следующий раз я сниму на камеру, как мои друзья бухают у меня же на квартире? И начну это продавать. Честно, и это одна из самых лучших идей, что посещали меня со времен классического жизни кувырком. Уже во время титров зрителю все становится ясно. Знаете, я ведь один из первых, кто придумал озвучивать титры с именами актеров. Даже лишь этим я вписал свое имя в историю кино. И о чем же фильм? Эм, моя нетленка рассказывает о богатом, мега-крутом прокуроре. Все его старательно обхаживают, ведь у него день рождения 31 декабря. Прямо в Новый год? Именно! Вы уже улавливаете юмор, который буквально иступляет в фильм. Нет. Все актеры настоящие мастера своего дела. Все, что вы видите на экране, все это они переживали в реальности. Буквально жили каждую секунду за своего героя. Они даже не актеры, они актерища. У каждого режиссера есть своя отличительная черта. У Нолана эпичность, у Дарабонта эмоции, у Бэээффекта. А какая у вас? Моей отличительной чертой является демонстрация того, как люди едят. Иногда позволяю себе эксперименты. Вот, например, в фильме «Жизнь кувырком». Знаете, я считаю себя неким конкистадором-первооткрывателем. Ведь там я попробовал добавить эффекты. В юбилеи прокурора же я буквально прыгнул выше головы. Здесь, конечно, видны мазки моего классического стиля. Вроде того, как пельмешка попадает на зубок. Но в остальном я сделал некий перезапуск. Я сказал себе, «Миша, ты можешь взглянуть на употребление пищи по-новому. Ты можешь сделать так, что это будет интересно зрителю». И знаете, мне это удалось. Ну, а вот возьмем начальный конфликт артистов. Они не могут решить, кому же выступать первому. Ведь Новый год, все хотят отработать деньги и уехать. Как вы придумали столь сильные образы? Если можно, поподробнее. С удовольствием. Аркаш, Аркаш, ты же знаешь, я нарасхват. Не важно, что некоторые шутники воскликнут. Кто? Таджики? Он артист. Его образ я не придумывал. Это реальная личность. И то, что он снялся в моем фильме, уже многое говорит о нем. У меня шесть выступлений. Так что давай я буду первым, ага. А у меня семь. Так что я должна идти первая. Мы сами не знали, что так можно. Но однажды в Новый год мы с ребятами взяли и попробовали. И знаете, действительно можно вызвать. Да чего уж там, вы можете и не дозвониться. Собственно, мы с ней так и познакомились. В фильме она играет танцовщицу. А у нас тоже пять выступлений. И в разных местах. Тоже реальные люди. Пять разных переходов в метро. Они же кочевники. Я это еще из Большого Куша узнал. Они играют музыкантов на юбилей прокурора. Почти как в жизни, только в фильме они умеют играть. На музыкальных инструментах. А у меня восемь. И все в разных концах Москвы. Я дипломант. А я инвалид интеллектуального труда. Мы все ему так говорили, когда смотрели на его одухотворенное лицо. Вот и образ получился таким сильным. Он самый новогодний из всех. Дед Мороз, который пьет водку и спит с детьми. Кевин МакКаллистер мог о таком только мечтать. Все герои участвуют в грандиозном празднестве, которому нет равных по размаху веселья. Чтобы зритель это понял, я использовал особый монтаж. Я это делал, когда создатели Облачного Атласа еще были братьями. За родителей ювеляров. За моих родителей. А чем тебе теща не нравится, а? Знаете, а ведь один из центральных конфликтов фильма это отношение зяти и тещи. Маме не наливай. Маме не наливай. Маме не наливай. Хотя мы его и подаем в уморительном, смешном таком ключе, но это вот сквозь слезы смеха зритель понимает, что нужно ценить маму своей жены. И это очевидно. В следующей сцене прокурор начинает показывать гостям достопримечательности своей квартиры. Здесь у меня специальная камера, следящая за дверью. Да. Экскурсовод-надомник. Ха-ха-ха-ха-ха. Тексты нам пишут профессиональные. А кто? Очень умные. Пишет-то кто? Да. Вы не скажете, кто пишет, ведь так? Ну, сравнивать себя с Тарантино я бы не стал. Ой, главная цель нашей экскурсии это чудо-дверь. Понимаете, я как любой творец, близкий народу затрагиваю тему расслоения общества. Посмотрите на этого богатого прокурора, который буквально тыкает в лицо простому люду свое превосходство. А это у меня два сверхсекретных замка. Видите, он мало того, что показывает дверь, вещь, которая стоит больших денег, предмет роскоши, так он еще и демонстрирует гостям замки, что делать было совсем необязательно. Ведь не каждый может иметь их в своей квартире. Это то, что практически испокон веков передают из поколения в поколение. А он так демонстративно тыкает это в лицо гостям, что, дескать, смотрите, я купил, я могу. А как вы смогли передать новогоднее настроение? Я просто показал, что считаю смешным. Вот вы говорите, Джим Керри, устал наш русский зритель, сголодался по талантам нашим, родным. Я один, кто не боится это признавать. Неужто лишь кривляниями одними? Ни в коем случае тонкая и глубокая игра слов. Шутку, которую не повторить на других языках. Все критики, как один, отмечали напряжение, которое исходило от темы отношений прокурора и жены. Можете дать свои комментарии? Понимаете, в этой сцене прокурор начинает танцевать с девушкой. Она молода и улыбчива. Жена прокурора все это видит и улавливает в ропоте гостей одобрительные возгласы. Шам-шам, молодец! О-о-о! Дорожная снучка! Жена ревнует. Она знает, что увядает. Она не хочет этого показывать. Поэтому вступает в игру, из которой ей не суждено выйти победительницей. С ума сошел. У нас скоро серебряная свадьба. Я перестал. Ты не старайся. Иди отсюда, поганка. Она словно старый лев в прайде, который осознает, что его свергает молодой. И у него не остается ничего иного, кроме как броситься в последний бой, оголив все свое оружие. В нашем случае пластику тела и улыбку. Вы дали дорогу многим талантам в кино. А как на этот раз? Я остаюсь верен себе. И нахожу перспективных детей актеров, которых я называю угольки, и делаю из них алмазы. Так и вы можете убедиться в этом, посмотрев одну из самых смешных сцен за весь фильм. Ой, да, 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 да. Для поиска актера на эту роль мы провели много кастингов среди огромной картотеки 15-летних подростков с усами девственника. Мы не нашли ни одного. И когда уже вся съемочная группа отчаялась, на сайте знакомств я случайно нашел его. Встретились, он мне понравился, и мы взяли его сниматься. А девушки? А, это дочка соседки и прохожая. Сейчас, сейчас. Самодовольство прокурора сыграло с ним злую шутку. Ведь юный Бандерас уводит девушку на улицу как раз в тот момент, когда остальные непринужденно радуются празднику. Они еще не знали, что их ждет. Тонкие струны бытия, метафизика и, ну, другое вмиг рушатся. Ведь молодая пара запирает дверь на ключ. Ключи давай, ключи! Ну! Вы не знаете, но многие покидали кинотеатр на этом моменте, не выдерживая напряжения. Понимаете, зритель уже осознал, что произойдет с героями дальше. А герои этого еще не понимали. Как страшно это бы не звучало. А как вы стали относиться к режиссеру Николасу Винденрёвну, который вдохновлялся вашей сценой танца? Я говорю о той самой сцене танца психически больных в фильме Бронсон. Понимаете, некоторые так называемые творцы боятся экспериментов. Это как у Шекспира. Трусами нас делает раздумья. Поэтому я и не думаю. Хотя я сам, безусловно, вдохновлялся другими режиссерами. Вот, например, здесь. Очевидно, что я взял за основу классическую сцену из зловещих мертвецов. Дай мне слегка, baby. Понимаете, в театральной версии фильма этой сцены не было. Но люди буквально на улицах мне говорили. Михаил Михайлович, вашему герою с усами детственника чего-то не хватает. И я, честно, не понимал. Чего же? Один из моих поклонников, ну, то есть, единственный мой поклонник, сказал, да парень же вылитый Эш из зловещих мертвецов. И тут меня словно осенило. Так окончательно утвердился его образ. Он так же хорош, но еще молод, поэтому он теряет ключи, так как увлекся очередной еще девчонкой. Герои осознают, что оказались запертыми. Напряжение нарастает до предела. И в этот ключевой момент фильма малолетка с усами девственника отлично отыгрывает роль виноватого сына. Пошли погулять. Ну? И закрыли вас, чтобы не мешать вам праздновать. Зим, открывайте! Открывайте! Мы ключи потеряли. Господи, все так хорошо. Давайте немного покритикуем мой фильм. Многие критики сошлись на том, что главный и чуть ли не единственный промах фильма это реклама. Понимаете, какое дело? В моментах с рекламой появляюсь лично я и у меня роль брата прокурора. Я постоянно подкидываю идеи героям, как выбраться из ситуации, затемняя своей харизмой все остальное. Реклама незаметна, а критики лишь могут завидовать. Далее я беру за основу пир во время чумы и согласитесь, нет сцены лучше для приземления великой классики. Я сейчас говорю не про свой фильм, я про пир во время чумы. Шайбу! 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 Делается прям как на фарнирах. Вот это, да? Хорош, мать. Звое его колбасит. Зубы хорошие. Причем здесь зубы? Мил, он же артист. А я дантист. Ха-ха-ха. Здесь даже комментарий был не нужен и так смешно. Нет, я преследовал цель задавить зрителей юмором. У вас это... Получилось. Нет, у вас это ширинка расстегнута. Опусти камеру! Далее, герой моего фильма в 12 часов ночи в Новый год вытаскивают магнитофон на балкон. Через него они и обращаются к прохожим с просьбой помочь найти потерянные ключи. И если не вслушиваться в то, что я сказал и не задавать вопросы по поводу реакции прохожих, то вполне логично, что ключи находит мужик, который гуляет в это время с собакой. Он же сразу тащит их домой, дабы с женой помечтать, что они могут получить в обмен. Хочу красную акуму. Стиральную машину! Это было до аватара? Да! Даже не верится. Это магия кино, девочка. Ключи ваши. Мы нашли. Я даю вам 100 долларов. Извините, не очень приличное вознаграждение за такую находку. Я бы хотел получить 1000 долларов. Я ведь философ немного, знаете ли, я перед сном вот иногда думаю, жадные, жадные люди стали. И вот эта сцена, я подумал, что будет забавно, если старики, которые в детстве голодали, оставят умирать от голода людей в квартире, а те начнут драться. Хотя, когда я об этом говорю, это не так смешно. Это надо видеть! Ключи ваши, вы найдете в мусоропроводе. Естественно, герои устают и ложатся спать. Ну а утром все как в жизни. На тебя прыгает маленький мальчик, когда во рту нечто круглое. Ой, я не вырезал эту сцену на монтаже? Ну совсем нечего жрать! Но зато есть выпить! СМО Я просто хотел сказать, что русский человек он никогда не унывает. Текст фильма «Мама, мы задерживаемся» И вот знаете какую мысль я хотел возвести в абсолют? Ведь никому мы в жизни не нужны, кроме наших родных. Вот как бы все герои фильма спокойно звонят по сотовым телефонам и легко дозваниваются до родных. А вот в МЧС и милицию дозвониться не могут. Текст фильма «Занято» Понимаете к чему я? Только родные могут помочь. Ну или хотя бы дать совет. Позвони в тюрьму! В тюрьму? Зачем? Пускай пришлют кого-нибудь из домушников, а детей вмиг все откроют, понял? Признаю, 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 тут маленькая нестыковка. Осужденного на 10 лет, сидящего в тюрьме, в ту же ночь выдергивает прокурор, просто позвонив какому-то прапорщику. Понимаете, мы тогда еще ничего не знали о тюрьме, я ведь думал, что это так. Шутки, анекдоты и мыло никогда не выскальзывало. Чуркин, друг, выручай. Давай я тебя на волю, а ты мне пять лет скости. Петров, уведи этого негодяя! Есть! Ну, увезти-то увезти. Ну, тут как бы рвется шаблон, ему дали 10 лет! А он такой, ну вы поняли? Нет. Ну а далее я демонстрирую, насколько ситуация может выйти из-под контроля. Дверь пытаются выломать, не верят, что заперты, потом кидаются на хозяина квартиры, хотят отдать все, чтобы освободиться, потом начинают пить, ложатся спать, и потом веселые поют. Мои герои как бы проходят через все стадии. Отрицание, гнев, торги, депрессия, принятие. Бред. Что ты ржешь? Мы тут голодаем. Да мы здесь тоже на диете. Ну я не знаю, Вань, что делать? Когда, казалось бы, надежды больше нет, приходят на помощь родные. Ну, то есть я. Ваш покорный слуга. Господин. Но так как прокурор не может дозвониться из дома, потому что я нахожусь в Таиланде, а у них уже 3 января и трубку не берут, ведь Новый год и Чубак живет на Индоре, поэтому я из Таиланда вызываю МЧСников своему брату на квартиру. Вот такой я молодец. Лужба спасения! МЧСники хотят освободить узников, но хозяева квартиры не разрешают использовать ни автоген, ни дрель. Тут я продолжаю демонстрировать тщедушность людей. Я не хочу, чтобы зритель просто смеялся. Понимаете, иногда ведь нужно думать. Ну что ж, готовьтесь к эвакуации! Открывайте окна! А как они в квартиру потом попадут? В этом же нет смысла. Вы понимаете, милочка, какое дело? Вот лично вы сняли хоть один фильм? Нет. А вы меня судите. Сначала добейтесь! Но там же лестницы отчетливо видны. Добейся! У меня есть специальные таблетки антистрах. Вы принимаете таблетку антистрах, и вам все делается до фонаря. Знаете, в классическом киношном реквизите нет души. Я не люблю так. Это не искренник по отношению к зрителю. Я творец, я не ремесленник. Так, язык, таблетка. Так, язык, таблетка. Следующий. Пристегнуть ремни! С седьмого этажа прыгают взрослые, дети, поодиночке и по парам. И один дубль падения на всех я использовал, чтобы сказать, неважно, ребенок ли ты, девушка или жирный, в полете мы все равны и одинаковы. Нет грехов, нет трусости, нет тщеславия. Это полет, это свобода. Конец! Давайте уже бога ради подведем итог, что вы хотели сказать своим фильмам. Знаете, большинство людей в нашем мире совершенно не ценят жизнь. Но только не вы, и только не теперь. После этого ужасного интервью уж точно. Игра окончена! Да заткнись ты! Субтитры сделал DimaTorzok